Значит, меня зовут Алексей Качаев. Я сегодня хочу сделать вам небольшой экскурс функциональное программирование и посмотреть с практической точки зрения о том, что может Python мир взять для себя из функциональных парадигм. Значит, немного о себе. Я занимаю позицию CTO в небольшом стартапе Kitabs. Очень активно изучаю различные языки программирования и в свое время писал на Python, Java, C++, здесь не указаны, JavaScript, Go, Scala, Closure, Erlang. Значит, production опыта, то есть реально это те языки, на которых у меня есть проекты, которые сейчас работают в продакшене. Помимо этого я изучал достаточно много Lisp, Haskell, но, к сожалению, в продакшене не удалось попробовать. Значит, о чем сегодняшний доклад и какие цели я поставил, готовя этот доклад? Значит, во-первых, я вам хочу немного рассказать о функциональной парадигме, значит, показать, что можно из функциональной парадигмы использовать в Python и что нельзя, к сожалению. И, то есть, самый главный ответ, который я хочу сегодня донести, это ответ на вопрос, как я могу сделать свой код лучше. Значит, поэтому в сегодняшнем рассказе будет совсем немного теории, но больше я буду говорить как и меньше почему. Потом укажу материалы, где вы можете с удовольствием почитать о том, почему. Значит, начнем с небольшого экскурса в теорию компьютер-сайенс. Значит, если… Поднимите руки, кто вообще изучал компьютер-сайенс и знает, что такое императив, декларатив, стайл, окей. О, отлично, просто супер. Значит, коротко и, надеюсь, ясно. Значит, у нас в компьютер-сайенс различаются несколько подходов к написанию кода. Два самых распространенных из них – это императивный стиль и декларативный стиль. Императивный стиль – это C, C++, Java. Это вам абсолютно понятные вещи, я надеюсь. Они заключаются в том, что… Вот определение взятое из Википедии. Значит, немного скучное, но, я думаю, понятное. Значит, императивный стиль программирования – это когда у вас есть какое-то начальное состояние. Вы выполняете стейтменты, которые это состояние меняют ровным счетом до своего завершающего вида. Значит, функциональное программирование – это один из подвидов декларативного программирования. Значит, декларативное программирование заключается в том, что у вас есть начальное состояние, естественным образом, и вы декларативно описываете, то есть декларируете преобразование, которое мы должны заапплать на начальное состояние, чтобы получилось конечное. То есть основное отличие от императивного программирования – это то, что мы не выполняем какие-то инструкции, изменяя состояние, а мы описываем transformation. Значит, я буду приводить примеры, чтобы, ну, если у кого-то еще не улеглось. Есть еще среди декларативных очень распространено, особенно в последнее время, это логическое программирование. Кто-то, может быть, смотрел Prolog, кто-то на Clojure смотрел за развитием модуля CoreLogic, кто-то, может быть, наблюдает за развитием такой базы данных, как Datomic и так далее. Но, то есть сейчас вот logic programming – это такая вот очень популярная тема. Мы поговорим о теме, которая была популярна в прошлом году, это functional programming. Значит, вот о функциональщине, да, то есть если посмотреть на функциональщину с высоты птичьего полета, то что в функциональных языках, кстати, забыл о них сказать. Значит, здесь указаны три очень известных функциональных языка. Да, с точки зрения computer science это неправильно, это некорректно здесь написано, потому что чисто функциональными языками ни Haskell, ни Schema, ни OCaml не являются, потому что мы живем в реальном мире, к сожалению. И нам приходится работать с реальными вещами. То есть если посмотреть на то, что входит в определение функциональной парадигмы, то идеальная программа должна работать у вас в виде некой математической теории или математической формулы, вот там все отлично. Как только у нас появляется база данных, как только у нас появляется пользователь, с которым нужно произойти какой-то interaction, у нас у функциональных языков появляется огромная проблема, которую нужно решать, и разные языки по-разному это делают, но вот эта часть у них, она не является чисто функциональной. Значит, если взять вот функциональщину, да, значит, первое это avoid state, это значит, что мы не работаем со стейтом, мы его не изменяем, как в оперативном стиле. Значит, все, Влад, который сегодня делал managing complexity, он затронул эту тему частично, когда говорил о том, что если у вас есть state, которому и есть несколько агентов в вашем приложении, это функции, модули, классы, которые к этому state могут обратиться и изменить его, то это вносит дополнительную complexity и очень многое в вашем приложении происходит неявно и за ним сложно уследить, особенно если у вас там несколько человек в команде и вы смотрите на код, который писался давно, вы не знаете, какие у него side effects и так далее. Я сегодня буду несколько раз возвращаться к этому, но это основа функционального стиля, то есть у нас нет стейта, нет стейта, который можно поймать сейчас и изменить. Значит, дальше. Immutable data. Это скорее вывод из первого пункта. Значит, согласно функциональной парадигме у вас не может быть пайтоновского дикта, потому что дикт – это какой-то объект, мы можем к нему обратиться и можем изменить его состояние. Immutable data означает, что мы можем что-то получить, какой-то объект, можем сделать с ним что угодно, но изменить не можем. Можем вернуть как результат своего выполнения новый объект и все. Значит, следующее. Функциональное программирование – это понятно, что о функциях, о разных функциях, о разных свойствах, которыми должны обладать функции. Я о них расскажу подробнее на отдельных слайдах с примерами, чтобы было понятно. Следующее. Функциональная парадигма – это о рекурсии и о хвостовке в частности. Я буду говорить, почему. Объясню вам, почему функциональное без рекурсии, слабо себе можно представить. Итераторы, секвенсы, lazy evaluation, pattern matching, монады и так далее – это все на самом деле просто те формы, с которыми мы встречаемся в конкретных функциональных языках. Сегодня мы, к сожалению, о них не успеем поговорить, но к самой парадигме они мало имеют отношения. Я долго пытался придумать какой-нибудь пример, который бы вам не из программистской жизни мог бы показать разницу между императивным подходом к программированию и функциональным. Единственное, что мне пришло на ум, я не знаю, сколько ты хорошо описывает, это работа в терминале. Вы открываете терминал, у вас есть какое-то состояние файловой системы, и вам нужно что-то получить. Например, есть список файлов. Вам нужно найти среди них все, которые заканчиваются на .py. и в .py посчитать количество глобалов, использование ключевого слова global. В императивном стиле у вас было бы несколько отдельных приложений, которые бы делали частично работу и где-то бы ее сторили. Вы бы запустили приложение, которое находит все .py файлы, сохраняет его, соответственно, в файл отдельный. Было бы второе приложение, которое читает указанный вами файл и там что-то из него экстрактит и так далее. Вот функциональную парадигму программирования идеально описывают Unix-овые пайплайны. Я надеюсь, что вы все знаете, что это такое и работаете с этим. Значит, в чем отличается вот такой вот стиль от такого? Вот здесь вот стейт файловой системы, которую вы постоянно меняете, к нему любое приложение, которое вы запустили, может обратиться и поменять его. В этом, собственно, и есть суть. Здесь такого стейта нету. То есть вы не можете врезаться в середину пайпа. Ну, естественно, вот здесь вот стейт передается в пайпе, но вы не можете его вытащить и изменить таким образом, что программ 2 получит не то, что она ожидает. Вот это вот функциональное программирование in general. Теперь давайте ближе к тому, как в коде. Что получается в коде? Значит, для начала скажу, что Python относится к тем языкам программирования, используя которые можно писать в функциональном стиле. С проблемами, но можно. Есть такие языки, в которых кардинально нельзя. Например, Java. То есть там вы вообще не сможете писать в функциональном стиле. Я объясню потом почему. Представим, что у нас есть задачка такая. Вот обычная программистская задачка. Значит, у вас есть строка, и там записано число, которое нужно сложить. Она частично неверна. То есть некоторые числа пропущены. Вам нужно просто посчитать результат сложения, учитывая, что пропущенные числа, это кто-то опечатался, и они нас не интересуют. Значит, вот так вот мы решали эту задачу в оперативном стиле. И чаще всего такой код я, в общем-то, и вижу в пайтоновском проектах. Значит, вот это вот здесь такой мой trace стейта. Здесь код, который выполняется. У нас есть expression изначально, у нас есть результат, который изначально равен нулю. Мы делаем сплит по плюсу в цикле for. У нас появляется здесь новая переменная t, которая при каждой итерации цикла хендлит один из результатов из листинга сплита. Мы проверяем, если t не равно пустой строке, то, соответственно, к ресурсу нужно прибавить преобразование к intu от этой величины. То есть абсолютно простая задачка. Как выглядит trace? У нас есть вначале вот этот вот наш start state, с которого мы начинали. И при каждой итерации мы обращаемся к этому стейту и меняем его. Вот это вот понятная вещь? То есть каждый раз у нас вот это значение t, а вот это значение res. Вот у нас прошел цикл, соответственно, при каждом обращении цикла мы меняем res и в конце получаем очевидно то, что нам нужно. Значит, решение этой же задачи в функциональном стиле. Из оператора импортим add. Add – это функция, которая складывает два числа. Очень простая функция. Значит, у нас есть expression, с которого мы начинали. И вот, соответственно, принт результата. Вот. Теперь поднимите руки, кто понимает, что в этой строчке происходит. Окей, отлично, супер. Да, да. Тут больше проходов, да. Да, согласен. Тут может быть больше проходов. Выгода на самом деле в функциональном программировании не в этом. И вот просто сейчас что происходит. Значит, мы взяли expression, поделили вот в такой вот лист. Мы отфильтровали по значению вызова функции boolean. То есть у нас пустые пропали отсюда. Дальше map. Мы сделали apply функции int. К каждому значению получили вместо строк числа. Выполнили reduce по функции add. Ну, точнее, reduce по массиву с применением функции add. И получили здесь результат. Идея заключается в том, что везде, где мы это считали, в императивном стиле, вы можете обратиться к res и изменить его. В любой части. Вот представьте себе просто два потока, которые работают здесь. Здесь вы здесь не сможете. Здесь этот state нигде не хранится. Здесь мы видим переменную t, которую нам пришлось ввести. Она чисто технического характера. Она не несет с точки зрения домена задачи. Она вообще никакого смысла не имеет. Это техническое ухищрение, которое мы ввели. Здесь у нас, соответственно, вот то, что я говорил, это transformations, которые плавятся на начальное состояние и получают конечное. Вот, соответственно, вот это пример того, чем функциональный подход к решению отличается от императивного. Значит, чем они различаются? Чаще всего люди говорят о так называемой читабельности и выразительности кода. Значит, поднимите руки, кто знает, в чем разница между читабельностью и выразительностью. Окей, немного, значит, объясню. А этот код легко прочитать. Здесь абсолютно ребенку, наверное, будет понятно. Умному ребенку будет понятно, что здесь происходит. Окей. Идея заключается здесь. Вам нужно сначала немножко подумать. Здесь вещи не так очевидны. То есть это просто компоновка transformation, и она не настолько читабельна. То есть читабельность картины – это когда художник рисует натюрморт, у него есть стол, на нем стоит ваза, в вазе цветы, и возле вазы лежит персик. Вы смотрите на картину, и вы можете ее прочитать. Вы можете сказать, здесь нарисована ваза, здесь нарисованы цветы и персик. Выразительность – это то, какие эмоции хотел вложить. Ну, ту суть, которую вкладывал художник в эту картину. И, соответственно, очевидно, что художник, когда рисовал натюрморт, он хотел вам не просто показать, что бывают столы, на которых стоят вазы, и рядом лежат персики. У него какая-то была идея, но чтобы ее увидеть, вам нужно прочувствовать, ну вот как-то уловить ее, не из очевидных вещей. Вот выразительность, она заключается из того, что насколько просто вы можете сделать экстракт сущности из того, что вы видите. Но обычно, поэтому обычно к императивному стилю говорят, что он readable, его можно быстро прочитать и понять, что автор хотел написать, вот буквально по стейтментам. С точки зрения описания transformation – это суть. Это суть того, что происходит, и суть того, что вы хотели сделать. Ну, соответственно, еще один пункт, о котором я хотел упомянуть, это то, что в императивном стиле у вас обычно много вот такой чисто технической фигни. На самом деле вот for, t, in. Оно к решению сдачи не имеет отношения. Это какой-то цикл, который вы организовали. Это новая переменная, которую вы ввели. К решению сдачи не имеет никакого отношения. Это просто то, что вы пишете, что вы получите результаты. Значит, следующее. Для того, чтобы вам было в Python удобнее пользоваться, это был первый мой совет. Используйте transformations там, где это возможно. Не городите циклы for, с которыми сложно работать. Делайте преобразования. Reduce, filter, map. Они очень помогают. Значит, для того, чтобы проще было с ними работать и вообще с функциональным подходом, в Python есть замечательный модуль-оператор, в котором есть функциональная репрезентация всех синтаксических конструкций, которые есть в Python. Не синтаксических конструкций, это я неправильно сказал, а операторов. То есть, например, плюс, минус, умножить, возвести в степень и так далее. Вот здесь вот увидите их. Есть еще такие забавные штуки, как item getter, utter getter, method color и так далее. То есть, что они делают? Они позволяют вам выразить функционально операцию взятия элемента массива по индексу или операцию захвата атрибута объекта. Но именно функционально, то есть сделать функцию, которая это сделает. Следующий модуль, который я вам советую изучить, это EtherTools. Кто пользуется EtherTools модулем? Отлично, окей. That's great. Значит, в EtherTools есть огромное количество функций, которые вам поможет с выполнением преобразований. Здесь только некоторые из них приведены. Я упущу. Вы можете это потом на досуге изучить. Следующее. Если вы используете transformation вместо использования for in, то тут возникает вопрос, можем ли мы вообще не использовать циклы в своем коде? И для функциональных языков ответ, скорее всего, да. Скорее всего, можно не использовать. Для Python у нас есть еще один цикл, который называется while. Вот конкретная задача, когда мы используем while. Вам нужно у пользователя получить его имя, но вы не хотите, чтобы пользователь называл себя одной буквой. Вот приблизительный код. Он будет спрашивать у пользователя имя до тех пор, пока он не ведет больше, что-то большее, чем две буквы. Просто ясно. Это можно записать в функциональном стиле. Можно не использовать loop. Тут все, в общем-то, simple и straightforward. Вы можете сделать вот функцию, которая рекурсивно работает. Она спрашивает имя, name, и возвращает либо имя, либо вызывает сама себя. Вот это вот понятно? То есть вместо while можно использовать рекурсию, но у нас есть Python. Мы работаем с Python. И вот здесь мы видим… Вот это называется tail recursion. Мне нужно объяснять, что такое хвостовая рекурсия и чем она отличается? Поднимите руки, кому нужно. Окей, я понял. Значит, хвостовая рекурсия – это вид рекурсийного вызова функции, когда у вас в момент эвалюэйшена функции последний, последний statement, который надо заэвалюэйтить, это сам вызов функции. У вас выполнение идет. Вы прочитали input, присвоили его в переменную, здесь выполнили if, и у вас заканчивается return. Либо вы вернули name, тогда тут никакой рекурсии нету, либо вы перешли в else, и вот это вот у вас последний statement в выполнении функции – это вызвать саму себя. Это называется tail recursion. Если мы… Вот для Erlang это вообще… Это один из наиболее часто используемых стейтментов, ну не стейтментов, а синтаксисов. Это использование tail recursion, потому что в Erlang цикла вообще нет как таковых. Значит, здесь просто подсчет числа Fibonacci вот в виде там с аккумулянтой и в виде tail recursion. Если мы возьмем такой язык, как Erlang, то tail recursion там дешевая операция, потому что если функция вызывает саму себя последним стейтментом, то она использует тот же самый stack frame. В Python, к сожалению, нет оптимизации tail recursion вызовов, поэтому на каждый вот этот вот вызов все равно будет создан новый стек, хотя он там не нужен абсолютно, но он будет создан, и, во-первых, есть ограничение на количество вложенности рекурсии, его можно обойти, и вы можете много триков найти по поводу того, как обойти максимальную вложенность, но обойти то, что будет создаваться новый stack frame, а значит это очень дорогая операция, вы не можете. Поэтому в Python лучше использовать while, чем tail recursion. Если вы, тем более для таких операций, когда вы не знаете, насколько пользователь тупой, и сколько раз он может вам ввести там неправильное значение. Значит, следующее. Переходим к функциям. Значит, какие требования накладывают функциональный стиль на функции? Во-первых, это first class citizens. Значит, что это означает computer science? Это означает, что функция может быть создана где угодно в коде, функция может быть присвоена переменной, и, ну, собственно, все. То есть мы можем создать глобально функцию, можем создать функцию внутри другой функции, мы можем присвоить функцию в переменную. Грубо говоря, когда вы делаете def add, вы создаете переменную с add и присваиваете ей некую функцию. Вот это означает first class citizens. Если вы возьмете такой язык, как Java, то там такого нету. Вы не можете создать функцию не методом какого-то класса. Значит, high ordered function. Значит, что подразумевается? Здесь есть два принципа. Первый. Мы можем передать функцию как параметр в другую функцию. Вы уже видели это на примере вызова map, да? Мы передаем функцию как параметр. И второй вариант – это мы возвращаем функцию как результат выполнения другой функции. Вот здесь простейший пример, который меряет время, которое спикер потратил на то, чтобы сделать свой спич. Вот здесь забавная ситуация. У нас есть функция timer, которая принимает в качестве аргумента функцию и возвращает функцию. Вот на это вот внимательно посмотрели. Функция принимает аргументом функцию, возвращает другую функцию. В Python это используется настолько часто, что имеет специальный синтаксис. Это декораторы. Значит, когда вы используете декоратор, вы по сути делаете вот это. Декоратор – это функция, которая примет эту функцию как аргумент и вернет другую функцию, которая просто заменит вот ту, которую вы создали. Вот. Это просто для тех, кто не задумывался над этим, это новый ракурс о том, как можно посмотреть на декораторы. Значит, как, имея функции, писать красивый и понятный код, reusable. Значит, первое, о чем нужно сказать. Это так называемый partial function application. Это методика. Ее определение из Википедии у вас есть. Значит, суть в том, что мы биндим какое-то количество аргументов, чтобы их не передавать в следующий раз. Значит, кто… Поднимите руки, кто разбирается в lambda calculation теории. Окей, хорошо. Значит, мы с вами туда отдельно обсудим это. Я пропущу для всех остальных это. Если кому-то… Вообще, интересная точная теория, но не в рамках 45 минут. Значит, на практике, что такое partial function application? У вас есть функция log, которая принимает два параметра. Level, message и печатает просто сообщение какое-то. Вам… Вы часто делаете log debug, 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 не хотите это делать. Вы пишете новую функцию debug, которая вызывает log с предопределенным первым параметром. Значит, вот это partial function application в Python есть для этого специальный механизм. Этот механизм называется functools partial. Если вы когда-то этим пользуетесь, это достаточно удобная штука. Вы пишете debug равно partial log debug. С этого момента debug у вас функция, которая при вызове вызовет log, но передаст вам первым аргументом debug, а остальными аргументами вот те, что вы указали здесь. Ну или можно биндить не один аргумент, а несколько. Следующее. Корирование. Весьма похоже на этот принцип. Идеологически это так называемый factory pattern, если OOP кто-то любит. Значит, заключается в том, что вот здесь вот можно увидеть, что это функция, которая делает новую функцию, снижая arity для того, чтобы мы могли их вызывать… Окей, ладно. Never mind. На практике покажу. Предположим, у вас есть вот такая чисто математическая задача. У вас есть сумма на отрезке, да? И вам нужно просто почитать сумму чисел на отрезке, и эта функция будет выглядеть где-то так. Sum, sum, range, то есть simple, да? Ничего сложного. Теперь я вам говорю. Хочу сумму квадратов на отрезке. Вы говорите, вообще проблем никаких нету. Range обернем в map и передадим лямбда, которая просто будет каждую величину считать в квадрате. Я говорю, хочу логарифмы. Вы говорите, хорошо, в map вставим math.log, да? У нас получится, там была сумма квадратов, здесь сумма логарифмов. Для того, чтобы больше не писать кода под мои странные запросы, вы говорите, давай напишем fsum функцию, которая первым аргументом будет принимать функцию, и возвращать, соответственно, процедуру, которая будет суммировать по отрезку, но apply сначала вот этот вот function. То есть это фактически билдер функции под все мои запросы, который может все что угодно учитывать. Он просто берет функцию и дальше ее apply. Значит, используя этим билдером, мы можем реализовать без переписывания кода одного и того же. Мы можем вот все три указанные функции реализовать вот таким вот достаточно нехитрым способом. Или можем использовать вот fsum, там это double, да? То есть сумма удвоенных на отрезке. Вот такой вот механизм, он называется корированием. Даже если вы никогда не использовали, не пользовались им, если вы не писали в таком функциональном стиле, в стандарт-лайбрере, да, в Python этот принцип используется. Значит, я вам уже показывал item-getter, да? То есть item-getter как работает? Вы ему передаете индекс и получаете на выходе функцию. Функция принимает аргументом список и возвращает вам, соответственно, элемент, переданный сюда. Вот это классический пример корирования. Atter-getter работает точно так же, только он забирает атрибуты. Method-color, он работает точно так же, только вызывает методы вот того, что ему передали. Это классические, в общем-то, примеры корирования того, как они использованы в стандарт-лайбрере. Значит, следующее. Для того, чтобы писать красивый код с функциями, красивый reusable-maintainable, это то, о чем мы все мечтаем, нам нужно сделать, следовать одному простому принципу. Функция должна быть as small as possible. Вот. То есть вот у вас есть список из строк. Вам нужно посчитать общую длину входящих в него слов. Ну, строк, соответственно. Вы можете сделать вот такую вот штуку. Вы можете сделать reduce, лямбда, там, аккумулятор, следующее значение, прибавить len, инициализировать свертку по нулю и так далее. Вот это вот, это ужасный пример. Вы в функциональном стиле сделаете свой код еще хуже, чем он есть и чем он может быть, потому что он не maintainable, его невозможно reuse и так далее. Вы можете сделать чуть лучше, сделав вместо одного reduce, сделав map, а потом reduce. Да, увеличив количество проходов, но зато у вас приложение ваше разбивается на отдельные логические сегменты. То есть по факту вам не нужно вот этой сложной функции. Вам нужно превратить строки в их длину, а длины сложить. Вот это уже неплохой пример кода. Здесь у нас делается reduce по суммированию на замапленные так называемые длины, да. Но чем он плох? Вот хорошая реализация. Вот это, это изобретение велосипеда. То есть не надо каждый раз писать лямбду, которая складывает два числа. У вас для этого есть оператор add. Вот это, это я очень часто встречаю это в Python проектах, да. Ну, окей, только, а если multiple? Ну, просто sum, это, это очень, очень такой кейс, не сильно используемый. Я здесь в общем, в общем говорил. Вот это вот я очень часто вижу это в коде. Очень часто. Ошибка в том, что это функция, которая ничего не делает. Это функция, которая принимает аргументы, передает ее в другую функцию. Вот писать так надо. Следующее. Hints, которые вы можете использовать в Python коде. Первое. Не забываем о том, что types are callable. Это то, что мы сейчас видели. То есть str можно апплиить. Не нужно функцию, которая берет аргумент и делает, и приводит ее к типу str. str callable. Classes. То есть определение классов тоже callable. Вы можете в map передать вот свой класс, который он написал, и вот получить объекты на выходе. Вот. Instance method callable. Это то, что редко о чем вспоминают, но это очень мощный инструмент. Вот все понимают, что происходит вот в этой строчке кода? Значит, здесь у вас получается массив, и у него берется метод count. Но если вы помните, то в определении метода у вас там self есть прибинденный уже в классе. Вот. И поэтому, когда каждый раз, когда вы вызываете вот в map, когда пройдет по массиву, у вас получится сначала вот этот листинг, count от одного, от двух, от трех. Это единица. Десять, единицы здесь нет. Это будет нули. Следующее. Переходим к следующему пункту функционального программирования, о котором много можно говорить, это purity, чистота или side effects. Значит, side effects free или poor function заключается в том, что функция принимает аргументы, возвращает результат. Она не должна по возможности, скажем так, ничего изменять вне себя. То есть считать, что вне ее, если что-то существует, то ее можно read only использовать. Ничего никуда писать нельзя, ничего изменять нельзя, ничего не мутировать. Вот это вот классический пример poor function. Вот чисто математический подход. Мы взяли какую-то строку, вы проверили, вернули булевый результат, ничего нигде не поменялось. Отлично, супер. С такими функциями очень просто работать. Вот это вот пример not poor function, да, то есть function, который имеет side effect. Она заключается в том, что когда вы пишете print, для вас это side effect минимальный, это показать что-то пользователю. Но для Python интерпретатора ему нужно сделать запись в какой-то файл, ну точнее не файл, а в дескриптор, да, допустим, в терминал открытый. Вот, ему нужно сделать запись. То есть это типичный side effect. Проблема с таким side effect в том, что дескриптор в момент записи может быть, во-первых, там не открытым, может быть какая-то проблема, может быть что-то поломанное и так далее. Вот проверить, сработает ли такая штука на этапе компиляции программы невозможно. Вот это самая большая проблема. Вот это большая проблема, которая касается уже mutability в data structure в Python. Она характерна для Python в гораздо большей степени, чем для большинства функциональных языков программирования. В чем она заключается? Вот вы можете сказать сразу это poor function или нет? Вот здесь в двух строках кода. Да, да, нет, нет, да, окей. Я не буду сейчас конкурсы проводить, там кто громче крикнет, времени мало. Это не poor function, ни в коем случае, потому что спикеры здесь, мы assume, что это dictionary, да, какой-то. Dictionary – это мутабельная структура данных. Когда вы сделали speaker talk, вы у кого-то, который этот dictionary создал, вы поменяли вот это вот значение. И вы можете надеяться на то, что этот dictionary нигде не используется. Вы можете даже себя убедить в том, что он нигде не используется. А если у вас есть второй программист в команде, вы можете даже с ним договориться, чтобы этот dictionary нигде не использовался. Но просто это не работает так. То есть вот это вот типичный пример non-poor function, который меняет state. И чем больше, это то, о чем говорил все, Волод, да, чем больше у вас таких вызовов, тем сложнее у вас программа, тем сложнее найти в ней ошибки, тем сложнее ее распараллелить на несколько ядер, и тем больше вы будете со своими товарищами по команде выяснять, кто виноват и что делать. Значит, вот поговорим вот сейчас о стейтах, да, которые… вот представим, что у нас есть некий state, да, который это dictionary, mutable структура данных в питании, все знаем. Мы все знаем, что использовать глобальные переменные – это плохо. Окей, я думаю, не надо перечислять почему. Неиспользование глобальных переменных, неиспользование там ключевого слова global внутри функции поможет вам избежать вот такой ошибки. Вы в Python не можете сделать переприсваивание. То есть я не могу заменить name, я не могу поставить вместо себя Андрея Светлова сейчас, потому что Python не даст этого сделать. Вот. Но Python никак не избавит меня от вот этой вот проблемы. То есть current speaker я могу просто поменять здесь. Ну, потому что это mutable структура. Вот. Хорошо, договоримся, не будем использовать global variables. Насколько нам легче от этого станет? Вот абсолютно ровно ни на сколько не станет. Потому что это local variable, да. Она определена внутри функции, какой-то run.conf. Но мы здесь определяем две другие функции. Так вот, для вот этих вот двух функций, которые мы определили, это локальная переменная, она ровно такая же глобальная, как в прошлом примере. Вот ровно такая же глобальная. Единственное, что global там или non-local нас не спасет, и мы на уровне там интерпретации, на уровне компиляции кода, если мы захотим его скомпилить, мы не увидим вот этой вот проблемы. Вот. Вот name это тоже лямбда, которая, соответственно, она… Вот здесь вот явно видно, что выполнение функции name, хотя оно простое, как дверь, оно зависит от выполнения вот этих вот двух функций, потому что они могут изменить значение в переменной, которая еще и локальная. То есть вот это вот те проблемы с muteable. Причем здесь это пять строк кодов, их легко посмотреть, их легко разобраться. Если у вас сложный фреймворк, это система, там 15 тысяч файлов и так далее, вы просто не найдете все такие зависимости. Вот. Почему Purity – это действительно крутая штука? Почему SideFX Free Function – это то, к чему мы должны стремиться? Во-первых, вот то, о чем чаще всего говорят, мы можем map превратить в pmap, parallel map, да? То есть если у вас есть map в Python, вы апплаите на итератор какую-то функцию, интерпретатору придется делать это последовательно. Придется. В функциональных языках программирования везде есть pmap. Вы можете сказать, хочу сделать параллельно. У меня 8 элементов массива, 8 ядер, хочу 8 ядер по каждому на функцию и все посчиталось. Поэтому нельзя такое сделать, потому что я не могу обеспечить нормальную работу. Вот я не могу запустить параллельно эту функцию и эту. Потому что у меня есть спикер, они зависят друг от друга. Каждая функция может повлиять на работу другой. Вот. Ну, соответственно, чем больше у вас таких зависимостей, тем больше у вас багов и тем сложнее дебажить то, что происходит. Чистые функции проще реиспользовать. Это понятно. То есть если функция минимум… Если она никак не являет нейнварем, то ее можно забрать из этого нейнварем, это и в другом использовать. Следующее. Еще немножко о метабилити. Это просто очень такая вот тема. Классы ООП. Мы тут уже в кулуарах много об этом говорили. Сейчас более быстро и формально. Значит, что такое класс в Python? Класс в Python – это mutable dict. И приотаченные к нему методы с биндингом. С биндингом селфа, который вы можете видеть явно. Значит, mutability заключается в том, что вы можете взять… Вот вы создали спикера. У него есть там name topic. Вы можете взять me name и переименовать его. Вы можете сказать, окей, это плохая операция. Мы читали про паттерны ООП и программирование. Мы знаем, как решить проблемы с этим dot name. Мы сделаем set name. Проблема здесь вот в том, что я указал. То есть объект, instance классы – это еще один mutable структура, которая вам подарит потом кучу прелестных часов дебага. Но идеологически проблема, она заключается в том, что в большинстве случаев, когда вы создаете экземпляр класса и пытаетесь в нем что-то менять, это идеологически бессмысленная операция. То есть вы создаете спикера, да, Алексей Качаев, который вам рассказывает про FP, а потом делаете ему set name и там меняете на что-то. То есть по факту это ошибка архитектурная. По факту, если вам нужен другой спикер, вы должны просто сделать новый объект класса. И инициализировать его, соответственно, другим именем и другим топиком. Но вот такое вот оно встречается очень часто. Точно так же, если вы возьмете там, вы работаете с данными, вы создали дату 7 января, а потом говорите set day 10. И 7 января превращается в 10. На самом деле это два разных куска данных. То есть 7 января, 10. Но мы постоянно пользуемся вот этими там set day, set year и так далее. Значит, я не призываю вас не использовать классы или не использовать OOP, там, любимое наследование и так далее. Я просто говорю, что думайте архитектурно о том, что вы делаете, и любое mutable изменение, всякие set, прямое включение и так далее, оно просто вам потом когда-нибудь может аукнуться. Поэтому пять раз подумайте перед тем, что вы пишете. Вполне возможно, что или архитектурно, или технически это можно имплементировать по-разному. Окей, значит, то, о чем я говорил, что из себя представляет идеологический Python, Python-овский класс. У вас есть dot, подчеркивание, подчеркивание, дикт, подчеркивание, подчеркивание, и там хранятся атрибуты инстанса. Есть описанные, декларативно описанные методы. По факту это получается mutable dict с атрибутами и приотаченный список методов с прибинденным селфом. Значит, в принципе, все это можно сделать вот. Вот эти вот четыре строки кода, они делают класс вот почти такими, какими и есть. Значит, у нас есть две функции. Я здесь даже назвал точно так же селф, там, question и talk, которые выполняют какие-то действия. И я написал для себя вот такую простую функцию. Первое, что в голову пришло, класс, которая принимает это… Здесь используется корирование, используется partial execution. Значит, partial evaluation, sorry. Нет, partial execution, окей. Значит, мы принимаем список методов. Вот. И делаем вот такую вот забавную штуку. Мы возвращаем дикт, который состоит из чего? Он состоит… Точнее, это лямбда, которая принимает атрибуты и возвращает нам дикт, в котором есть атрибуты, которые мы перечислили, и сбиндженные на копию этих атрибутов методы, которые были вот переданы здесь выше. Бинт при этом он делает простую штуку. Он берет name и делает просто бинт вот того, что мы ему передали. То есть он, ну, паршалом бинт делает. Как это будет работать? Мы сделали вот здесь, мы сделали спикер. Это класс, состоящий из методов ask и talk. И, ну, указали две функции, да? Теперь мы делаем экземпляр. Мы говорим, me – это спикер, у которого name Алексей, topic fp with python, да? Окей, хорошо. Me name мне вернет Алексей, me topic мне вернет fp with python. Me talk – это функция при вызове, которая напечатает I'm starting и возьмет вот этот вот то, что у меня указано в топике. Ask тоже самое, но ask требует один аргумент здесь, это question. Self мы уже его прибиндили. Он возьмет question и, соответственно, вот выполнит то, что сделано здесь. Идеологически это вот то же самое, что происходит с классами, когда мы у нас simple usage. Это не то, как работает… Вот внимание, потому что у меня уже был этот разговор. Это не то, как работает вызов методов в Python. Это идеологическая конструкция, которая приблизительно выглядит точно так же. О том, как работает invocation методов, я рассказывал на одной из встречи kiev.py, это заняло мне почти час. И я сейчас не успею, к сожалению, это повторить. Вот. Конечно, вы можете мне сказать, что здесь нету наследования, здесь там нету кучи всяких штук, там MRO, и так далее. Но на самом деле это просто четыре строки кода. Если вы хотите их расширить, вы можете их потом расширить. Вот. И еще одно, если вы внимательно смотрели, то вы можете заметить, что вот это, это immutable class. То есть поменять что-то в объекте вы здесь не сможете, потому что я здесь использую копии, соответственно, бин делается на копию. Если вам нужен mutable, вот здесь явно видно, это императивный стиль, здесь вам создается mutable class. Использовать он будет так же. Значит, есть забавное видео с PyCon US 2012. Поднимите руки, кто его видел. Это stop writing classes. Я вам очень советую. Вот эта вот ссылка на него. Значит, это рассказ о том, как сделать код проще, выкинув из него классы. Заключалась она в том, значит, докладчик приводил экземпл такой, что вот у нас как выглядят классы в 90% кейсов. Я не побоюсь этой оценки. У нас есть класс, который принимает какой-то атрибут, он его сохраняет в self, в dot что-то и потом делает в изофункции. Мы делаем, соответственно, greeting holo и тут делаем greet bob и отлично у нас получится holo bob. Мы думаем, что это easy, as easy as possible. Мы можем это наследовать, мы можем это реиспользовать. По факту у нас такого кода собирается очень много, но его можно заменить на вот это вот. То есть по сути здесь вот этот вот весь код это один partial execution, partial application для одной функции. И понятно, что вы не хотите всегда выводить greetings, но вам не нужен для этого класс. Не нужен класс, чтобы сторить этот атрибут. Вам нужно просто сделать функцию, в которой вот partial application просто прибиндить первый аргумент. Вот этот код, он не менее реиспользуемый, чем этот, а, наверное, более реиспользуемый. Он более понятный, он более компактный и так далее. Поэтому, соответственно, не очень хорошо видно, просто не используйте классы вот для такого вида операции. Не используйте классы просто, чтобы сторить атрибуты. Во-первых, это не выгодно по памяти, это не выгодно по времени, это архитектурно не выгодно. И, в общем, вы меня поняли. То есть, когда вы решаете задачу, смотрите сначала, если мне достаточно функции, то сделайте функцию. Не надо для этого городить класс, просто потому что это там круто и все так делают и так далее. Вот. Вспомните прекрасные времена. Не хотел говорить про Django, но вспомните прекрасные времена, когда views описались функциями, а не generic views и классами. Значит, здесь очень много, когда я говорю с людьми, мне говорят, что функциональное программирование не может покрыть все задачи. Вопрос в том, насколько широко вы думаете. И вот я вам привел имплементацию классов, простую. То есть о чем вы могли со мной поспорить? Там используется dict. Dict это mutable структура данных. Functional programming я бы ее не использовал, не мог использовать. Вот давайте представим, что у нас нету dict. Но нам надо каким-то образом повторить вот то, что там делается. Вот. Значит, ну, dictionary это что такое? У нас объект, и мы можем вот там вызвать, там у него вот сказать, что name это Алексей, topic это fp with python. Я могу потом спросить, что такое name, а что такое topic, да? вот пять строк кода, и мы на выходе, я сейчас не буду подробно там, оно просто, я не буду подробно рассказывать, как работает. Посмотрите, это будет вам домашнее задание. Вот. Но ничего сложного там абсолютно нет. Но это функция, которая выглядит таким образом. Она принимает произвольное число аргументов, туплов, имя, значение, имя, значение. Вот мы получаем mi, вот dict, передали ему два значения, и мы можем, мы передаем функцию, мы вызываем mi как функцию, передавая аргумент, ключ, который мы хотим узнать. Вот у меня mi name вернет мне Алексей, mi topic вернет fp with python. Первое, это мы можем сделать, вот использовать эту конструкцию для имплементации того класса, что я вам показывал. Получится вот такая вот штука. У нас mi будет не dictionary, как в том примере, это будет функция. И вот это вот типичный пример корирования. Это двухсложное корирование. mi ask это то, что мы хотим вызвать. Дальше аргументы, и вот здесь получили. Оно immutable, да. Вы не можете сделать присваивание, но слава богу, что оно immutable. То есть меньше возможности себе отстрелить ногу. Вот здесь написано, что да, я знаю о complexity, я знаю, это не O1, который вы можете для tdicta сделать, но есть другие способы. Итак, время, я так понимаю. Окей, хорошо. Pro и con просто списком. Окей. Значит, за и против. За функции, это first class citizens, мы можем это делать. У нас есть лямбда, это круто. У нас есть стандарт library имплементации, у нас есть генераторы, которые можно для lazy evaluation использовать в некоторых кейсах. Cons, это state у нас есть, mutables data есть. Memcopy очень дорогая операция. Мы не можем не использовать mutable data, потому что нам копировать мы не сможем. У нас нет никакой оптимизации. Здесь циклы, нет оптимизации хвостовой рекурсии, кучу чего у нас еще нету, того, что нам бы понадобилось. И посмотрите, синтаксис лямбда, то есть здесь вообще без каких-либо комментариев. Он просто неудобен и избыточен. Значит, следующее. Мы практически ни о чем не успели поговорить. Вот список того, где можно найти то, о чем мы не успели поговорить. Мои контакты, соответственно, презентация здесь уже выложена. Можете смотреть, задавать вопросы, подходите в кулуарах, у кого предложение и так далее. Спасибо. Мои мокий.